30 апреля 2021 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Великая Пятница, и мы находимся с вами недалеко от начала Крестного Пути в старом городе в Иерусалиме. Сегодня отсюда пойдут два крестных хода. Сперва эфиопский, а потом наш православный. Эфиопский крестный ход начинается от арки Сечеловек. Это место, где Пилат вынес смертный приговор Христу. Эфиопская христианская община существует в Иерусалиме уже много веков, и она довольно большая. Эфиопы жили у нас с самых древних времен, и также приезжали к нам, приезжали в качестве паломников и оставались здесь, приезжали для того, чтобы жить у святынь. А в 80-е годы была довольно большая алия, то есть репатриация эфиопов-евреев. Некоторые из них оказались тайными христианами, некоторые перешли впоследствии в христианство. В общем, все эфиопы, которых вы видите здесь, это местные, то есть граждане Израиля. Эфиопская церковь относится к большой семье древних восточных до-халкидонских церквей. Эфиопы, как христиане, так и иудеи, отличаются очень большой набожностью и хранят многие древние традиции. Вот местный торговец пытается продать крестики для крестного пути. Да, трудно без туристов, конечно. В докоронавирусные времена, конечно, эфиопов было на крестном ходе гораздо больше. Это были 10-15 тысяч человек, потому что эфиопы приезжали к нам в паломничество из Эфиопии, собственно, из Африки. Сейчас же, повторюсь, здесь только-только местные. А наш крестный ход, который проводит Иерусалимская патриархия, начинается вот отсюда, от этого здания. Это притория. Так сегодня называется темница Христа. Вот мы видим табличку даже по-гречески, по-английски и по-русски. Здание это современное, оно было построено в XIX веке, но в его подвальной части находятся раскопки древней римской тюрьмы. По преданию, одна из камер этой тюрьмы, та самая, в которой содержался Христос перед крестным путем. Тюрьма эта входила в комплекс огромного здания Антониевой башни. Это военное сооружение было построено при Ироди Великом. В этой башне постоянно располагался гарнизон римских солдат. Также здесь была резиденция Понтия Пилата и вот такие вот тюремные камеры под землей. Через такие окошки воины приглядывали за преступниками, которые здесь содержались. Это темница Христа. Помещение маленькое, узкое, большую его часть занимают каменные узы. Вот эта плита с отверстиями для ног. Господь сидел на этой плите, опустив ноги вниз. Ноги его были связаны веревкой, и так Господь наш ожидал крестного пути. Римская тюрьма продолжается еще на два этажа вниз. Чем тяжелее было преступление, тем ниже сидел человек. Вот в этом самом нижнем этаже сидели люди, осужденные за особо тяжкие преступления. Все они здесь ожидали приезда Пилата. Пилат приезжал в Иерусалим только раз в году перед Пасхой, и он один мог либо помиловать их, либо вынести смертный приговор. Особо опасных преступников содержали в одиночной камере, вот в таком вот каменном мешке. По преданию, это и есть темница разбойника Варавы, того самого Варавы, которого по просьбе толпы ради праздника Пилат в тот день отпустил на свободу. Здесь же находится древний христианский престол, поставленный уже после II века, то есть после разрушения Иерусалима. Возможно, христиане знали о святости этого места, а может быть, просто использовали древнее подземное помещение. А этот храм был построен уже в XIX веке, и сейчас здесь идут царские часы. Тем временем на улице собираются люди. Вот уже хорошо знакомая нам грузинская группа. Фотографы – обязательный атрибут любого Иерусалимского праздника. Вот так они буквально атакуют наших монахинь. Ну, действительно, такие красивые, экзотичные фигуры. Ну, как не сфотографировать? И вот, наконец, стук палок кавасов оповещает нас о том, что крестный ход выходит. Кавасы – это должность, оставшаяся еще со времен турецкого правления. И на русский язык, наверное, можно перевести как стражники, стражники патриарха. Ни в коем случае не телохранители, а именно стражники. Они следят за общим порядком, раздвигают толпу и стуком своих палок оповещают о приближении крестного хода или процессии. Субтитры создавал DimaTorzok Крестный ход идет по улице, которая называется Виа Делароса, то есть путь скорби. Это и есть крестный путь. Конечно, эта дорога не воспроизводит для нас в точности ту самую дорогу, которая шел спаситель на Голгофу 2000 лет назад. Во II веке Иерусалим был до основания разрушен, если что-то и осталось, находится глубоко под землей. Как выглядел тогдашний город, мы просто не можем знать точно. Однако направление довольно логичное и правильное. И действительно, эти улочки, которые переходят одна в другую, ведут нас довольно коротким путем к Голгофе. Крестный путь был проложен католиками в XVI веке и имеет у них 15 остановок. Эти остановки вспоминают разные моменты, уже додуманные, дописанные позже, моменты, которые происходили во время крестного пути. Наша Иерусалимская патриархия останавливается только в тех точках, у тех остановок, которые точно подтверждены евангельским повествованием. И вот первая остановка происходит у часовни Симона Киренейского. По преданию, это то самое место, где Спаситель упал под тяжестью креста, и крест его понес дальше человек по имени Симон, паломник из Киренеи, который пришел в тот год на Пасху в Иерусалим. В стену вделан камень, который когда-то лежал в Иерусалимской мостовой и которого по преданию коснулась рука Спасителя. Иерусалимская патриархия После краткого молебна крестный ход продолжает идти дальше. Поют Кресту Твоему поклоняемся Владыку, и Святое Воскресение Твое поем и славим. И также тропарь Кресту Спаси Господи, люди Твоя и благослови достояния Твое. Хотя поют по-гречески, но все местные христиане православные знают, конечно, наизусть и подпевают. Субтитры создавал DimaTorzok Крестный ход снова останавливается, теперь у дома блаженной Вероники. По преданию, на этом месте жила та самая женщина, которая протянула Христу свой головной покров для того, чтобы он мог утереть лицо, залитое потом и кровью. Когда Христос вернул ей плат обратно, она увидела на нем чудесным образом отобразившийся его лик. Плат Вероники хранится в Риме, а у нас осталась колонна от дома этой женщины. Далее Крестный ход идет в гору и, поднявшись наверх, поворачивает налево. Когда-то в древности эта улица называлась улица Карду. Она пересекает Иерусалим с востока на запад и идет от Дамасских до Сионских ворот. И сейчас здесь кругом торговля. Правда, многие лавки закрыты, потому что у мусульман идет Рамадан, пост. А тем временем на площади храма Гроба Господня все ожидают процессию. Народу очень и очень мало. Из патриархии приходит процессия во главе с... А вот идет из патриархии процессия для того, чтобы торжественно открыть храм Гроба Господня. Это такой особый ритуал Великой Пятницы. Впереди, вы видите, идет епископ Владыка Аристарх. Сзади два мужчины в костюмах. Это представители двух семейств, которые имеют право открывать и закрывать храм. Стучат в дверь храма, просят выдать лестницу. Через специальное окошко изнутри подается лестница. Тот факт, что в Страстную Пятницу Гроб Господень открывают вместе и мусульмане, и христиане, показывают дружбу между мусульманами и христианами в святом городе, отсутствие каких бы то ни было конфликтов и трений. Ну, это действительно почти так и есть. И теперь представитель, один из представителей этих семей подымается по лестнице и специальным большим древним ключом отпирает храм. Тем временем крестный ход уже почти подошел к храму Гроба Господня. Последняя остановка возле Александровского подворья. Здесь находятся раскопки древних ворот, ведущих за город, за пределы Иерусалима. По преданию, Христос переступил порог этих ворот, и таким образом его смертная казнь была уже неизбежной, потому что по римскому закону, прежде чем человек вышел за пределы города, кто-то мог еще сказать что-то в его оправдании. Вот эти ворота, ведущие на площадь возле храма в докоронавирусные времена, были действительно страшным местом. Здесь всегда возникала жуткая совершенно давка. Слава богу, смертельных случаев не было, но сильно помятые бока и напуганные люди были, потому что толпа сзади все пребывает, а спереди люди не успевают пройти вот в это узкое отверстие. Но в этом году все прошло, естественно, тихо и спокойно. Слава богу, смертельных случаев не было, но не было. Слава богу, смертельных случаев не было, но не было. Подойдя к храму, укрестный ход останавливается возле лестницы, которая в древности вела на Голгофу, а сейчас она ведет ко входу в англиканский предел разделения рис. Здесь опять небольшой молебен, а дальше проповедь. Кстати, епископ, который нес сегодня крест на Голгофу, это епископ Филуминос из Иордании. Он один из немногих епископов нашей патриархии, араб по происхождению, то есть не грек, а местный. В храме уже наготове фотографы, полиция и армия. В этом году, честно говоря, было так мало народу, что все эти меры казались совершенно лишними и ненужными. Но уж о вездесущих папарацци я говорить не буду, думаю, вы уже сами все понимаете и чувствуете. И вот, наконец, крестный вход взбирается на Голгофу. Здесь я по случайности не выключила камеру, но решил этот кусок оставить. Вы увидите и услышите то, что обязательно происходит у нас на каждый большой праздник. Продолжение следует... Ну вот, небольшая потасовка позади. Крест установлен на Голгофе. Здесь заканчивается крестный ход на том самом месте, где был распят за нас спаситель. Крест ставят около престола, небольшой молебен, и духовенство уходит обратно в патриархию, готовится к чину погребения. Субтитры создавал DimaTorzok Люди кто куда. Некоторые тоже направляются домой отдыхать. Кто-то спешит в свои монастыри для чина погребения или для выноса плащаницы, как в русской миссии это бывает. Ну, а мы решили остаться еще немножко и послушать Евангелие о страстях Христовых, а также пение стихиры «Гнесь висит на древе». Этим мы хотим закончить наш сегодняшний выпуск. Передаем вам благословения Святой Земле и обещаем выходить в эфир как можно чаще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок